Я подготовил подробный материал о молодости и о том, как делал карьеру и делал свои богатства Михаила Абызова. Кстати, мне поделился я в этом материале и сейчас делюсь с вами своей мыслью. На мой взгляд, сейчас очень много ненавистных, презрительных возгласов раздается в отношении Михаила Абызова. Тому пример и наши радиоэфиры, тому пример и соцсети, где люди зачастую очень грубо высказываются о топ-менеджере. Но, на мой взгляд, здесь дело ведь не только даже в том, что его подозревают в совершении преступлений. На мой взгляд, вся эта история демонстрирует такую большую классовую ненависть. И, наверное, многие ненавидят, поправьте меня, если я заблуждаюсь, еще просто потому, что он богатый. На мой взгляд, вот почему-то это отдельно стимулирует какие-то особо негативные чувства. О богатствах Михаила Абызова сейчас подробно узнаем от корреспондента «Комсомольской правды» Дины Карпицкой. Во всей декларации наших чиновников, понимаете, вот даже так с первого взгляда открываешь и начинаешь теряться. Потому что там такое количество указано предметов недвижимости, больших площадей, машин, мотоциклов. И вообще все так не стесняется. Что касается Абызова, то он большой любитель загородной недвижимости. Это в его декларации даже о доходах, которые у нас все чиновники, на себя, на своих родственников, детей, жен. Вот он указывал, что у него квартира, например, имеется в Лондоне площадью 241 метр квадратный. Что у него там дом был когда-то, сейчас он куда-то делся, но я подозреваю, что это он оформил на детей. Тоже там большой, довольно-таки там 350 метров. Что касается Италии, вот как-то пошло по жизни, что жизнь Абызова была связана с Тосканой. Очень он, видимо, эти места любил. И там у него находилось несколько объектов недвижимости, которые, ну, просто замки такие старинные. Ну, я не фигурально сейчас, а натурально говорю. Например, он владел, он не сам владел, но на одну из его офшорных фирм была оформлена жемчужина Тосканы. Называется Эль Тоса. Это в переводе сокровище. Это большая такая вилла старинная в средневноморском стиле. Она окружена огромной территорией. Там есть у него свое гольф-поле, свои виноградники, своя оливковая роща. И даже вот ходят слухи, что он там масло оливковое собственного производства тоже делал. Может, угощал кого-нибудь, сам ел, наверное. Также Дина Карпицкая заметила, сколько стоят часы на руке Михаила Абызова. Говорит, что на многих фотографиях были видны эти часы. И казалось, что это какие-то дешевые электронные часы. Во всяком случае, не производили впечатлений дорогих. Но, поизучав их с экспертом, выяснилось, что цена им 2 миллиона рублей. Это вот один из таких небольших штрихов. На самом деле, Михаил Абызов не был баловнем судьбы с самого своего рождения. Он рано потерял отца. Он в 14 лет уже работал. Был грузчиком, разнорабочим. Парень из Минска. И, повторюсь, совсем не богатый и не из богатой семьи. Но, когда в 21 год он пришел устраиваться помощником к депутату Государственной Думы Ивану Старикову, он был уже очень состоятельным человеком, несмотря на свою молодость. Иван Стариков, экс-депутат Государственной Думы, наш с вами земляк, новосибирец, описывает свое знакомство с будущим министром. Я избрался депутатом Первой Государственной Думы в марте 94-го года, четверть века назад. Один из моих знакомых сказал, что у него есть умный парнишка. Я не хотел ли ты его взять себе помощником. Я сказал, что подходит. Появился Михаил Абызов. Еще у него не было 22 лет. И формального вида с косичкой сельдой мухи. Мы с ним поговорили, мне понравился, я сказал, что я готов его взять на работу. Но если он отрезает косичку, ей вытащили сельдую из уха. Он поначалу сказал, что против свободы личности. Я сказал, да нет, я зано. Вы будете меня представлять, зачем же барьеры выстраивать между вами, мной и собеседниками. И он, соответственно, привел себя в консервативный вид. И мы стали работать с ним. Он, безусловно, человек с общеживым умом, креативный. К тому моменту был вполне обеспеченный. Ездил на 600-ом Мерседесе. Уже, по-моему, у него тогда был мобильный телефон, который я первый раз в жизни увидел. А потом мы приехали на выборы в 95-м году в Новосибирск вместе. Он познакомился с Александром Петровичем Мухой. Александром Петровичем Муховым выиграл. И у него была очень большая проблема. Главное ресурсное ограничение – пассивная компания, длинное топливо. Михаил взялся поставить большое количество, необходимое количество для области солярки. Если не заметить памятник белоруссии с Музыринского МПЗ. Он взял почти 20% акции Новосибирска Энерго. Но Михаил, на удивление, очень жестко выстроил юридическую защиту. И в итоге область не рассчитала за поставленное топливо. Он стал владельцем 20% акции Новосибирска Энерго. Потом консолинировал пакеты. Стал бенефициаром, контрольным акционером Новосибирска Энерго. Для вас, уважаемые радиослушатели, телефон студии 289-99-33. Телефон прямого эфира. А как вы считаете, можно ли честно заработать миллиарды? Можно ли было в те годы, речь идет о 90-х, имея минимум ресурсов, изловчиться и стать богачом? Как это делал, например, Михаил Абызов, по словам нашего собеседника? Он занимался купли-продажей, он занимался взаимозачетными схемами, то есть бартером, и на этом сколотил себе деньги. 289-99-33, наш телефон. Звоните или пишите в WhatsApp. Номер WhatsApp 8-923-145-1102. Здравствуйте. Благое утро, Вадим, это Дмитрий. Слушайте, ну, чем больше слышу от вас про этого человека, специально не читал, да, не лазил, что времени нет. Чем больше слышу, тем больше уважаю. Молодец пацан, что? И я думаю, что такой нигде не пропадет, не пропадет и в лагере. Ну, точно не пропадет. Вот, поэтому, а по поводу того, можно ли было тогда заработать, слушайте, но, знаете, у меня был оппонент в суде, ну, не только в суде, там, вообще по делам в Москве, я фамилию не буду называть, вот. Но суть в том, что в те времена, в 91-м, он уволился из службы внешней разведки. Вот. В итоге его здесь, в Москве, уже в наше время кинул банкир, там, нормальный, оказывается, на 60 миллионов. Вот. И вот мы, когда на допросе сидели с полицией в Москве, он говорит, вот я эти деньги заработал в 93-м году за границей. Я задал единственный вопрос. Я говорю, а как генерал службы внешней разведки, только что уволенный, может за границей заработать деньги? Что ты там продал? И все, и начались уже угрозы после этого. Я к чему это говорю? К тому, что тогда нереально было заработать такие деньги. Ну, нереально было заработать такие деньги без криминала, без нарушения законов. И я думаю, что все наши министры, и все, у кого есть миллиардеры, в том числе и наш верховный, я думаю, они прекрасно понимают, как эти деньги были заработаны. Вот. Ну, то есть, тут вопрос только в том, кто оказался на сегодняшний день неугоден. Наказался он, ну ладно, отсидит, но он не попадет там. Я в него верю. Спасибо, Дмитрий, за участие в эфире. Доброе утро. Алло, здрасте. Здрасте. Владимир Николаевич. Вы знаете, я работал в девяностых в бизнесе немножечко. Легко можно было заработать такие деньги. В стране не было ничего. То есть, удачно договорившись с кем-то продать и с кем-то купить, можно было там, накрутив рубль-два, заработать огромные деньги, просто огромные. Нужна была просто предприимчивость. Надо было понять, что купить, да? В то время ходил анекдот. Один бизнесмен подходит к другому и говорит, купишь у меня вагон леса? Тот говорит, куплю, а сколько стоит? Он говорит, миллион. Один пошел искать вагон леса, второй пошел искать миллион. Вот и все. То есть, надо было найти людей, которые у тебя это купят и за это заплатят. Вот и все. Вот человек реально, я сейчас слушал сюжет, поставил солярку в Новосибирск области. Область не рассчиталась. Оба-на, и отдали ему акции вот этой энергетической компании. И все. И человек, я тогда был удивлен, что молодой парень какой-то такой раз, и у нас возглавляет СИБЭК, или как оно это было? Новосибирск Энерго тогда называлось. Оказывается, все вполне легитимно. То есть, как бы не рассчитались, отдали. Я, кстати, вот сегодня почитал еще, как бы, суть претензий, которые к нему предъявляются. Собственно говоря, то же самое. Он купил эти акции за 186 миллионов, продал их за 4,5 миллиарда. Но если кто-то их купил, причем там, ну, как бы, покупал, она тоже какая-то ООО «Алмазы», там что-то ювелирс-сервис как-то там она называлась. Они же тоже не дураки. Ну, наверное, нужны были им эти акции. Понимаете, в некоторых случаях людям нужны акции для того, чтобы там пакет контрольный взять над какой-то конторой или что, и они за это платят гораздо больше денег, чем акции стоят. И это нормально, то есть, как бы, я знаю такие случаи, когда акции, стоящие копейки, в какой-то момент взлетают до небес буквально на один день, а потом опять возвращаются, так сказать, на круги слоя. Поэтому в данном случае прокуратура-то, ну, посмотрели котировки, да, 186 миллионов, продано за 4, вот, мошенничество. Никакого, собственно, да я тоже думаю, что это здесь... Конечно, если не кроется под этим что-то более глубинное, более глубинное, то тогда да. Я только небольшую важную поправку сделаю, Николай. То предприятие, с которым была сделка, и эта сделка сейчас легла в основу обвинения, это не АО, это федеральное государственное унитарное предприятие. Называется, вы почти правильно назвали, Алмаз-ювелир-экспорт, но, повторюсь, что федеральное государственное предприятие. И об этой сделке, и о том, как она стала поводом для обвинения, тоже у нас комментарий прозвучит. Ну, вот интересная, конечно, история про Абызова. Про нее, на самом деле, уже года два, наверное, как говорят. Там первое, это Навальный расследование же публиковал еще в 17-м году. Да, но только я важную ремарку приведу, что Навальный говорил о тех деньгах, которыми располагает Абызов, о тех богатствах, которые у него есть, но не говорил о каких-то коррупционных сделках. Он просто проводил параллель тарифы в Новосибирске, богатство Абызова. Ну, да, там был уже как факт, что он собственник этой энергосистемы. Я просто слушаю, как он сейчас там топливо поставил, там что-то не рассчитались. Ну, на мой взгляд, невозможно эту вот такую вот схему было провернуть одному без поддержки кого-то из топов во власти. Потому что отдать 20% энергетической компании региона, что называется, там не поделившись, не согласовав это ни с кем, ну, на мой взгляд, это нереально. И не просто так наверняка из-за топлива там расчет не произошел, что-то еще, ну, это называется схема. Это не называется честный бизнес или предпринимательство. Вы предполагаете, что тогдашний губернатор, он делал это сознательно, имел какую-то заинтересованность, отдавая вот эти акции? Да, предполагаю, именно так. Я думаю, что и последующие действия, и приватизационные всевозможные сделки в энергосистеме, когда он уже был советником Чубайса, не знаю, может быть, и в последующем. Ну, то есть, такие вещи, они не делаются в одиночку, вот и все. Сейчас почему-то он оказался крайним, ну, где-то, значит, что-то снова не поделил, наверняка. Я думаю, что основная причина в этом, потому что прошли просто уже годы, там, десятки лет, и сейчас ему вспоминают те вещи, там, неужели никто об этом не знал? Да все прекрасно знали. Просто сейчас что-то произошло, и произошел снова передел, вот и все. Спасибо за ваше мнение, принято. 289-99-33, напоминаю, телефон. Доброе утро. Доброе утро, Виктор, меня зовут. Вы знаете, я в 2000-е годы занимался продажей, ну, не я конкретно, а работал в обилизации, которая занимается продажей арестованного имущества. Очень простая схема, все нужно было заработать и купить за 3 копейки, то есть приходит, допустим, арест на какое-то предприятие, там, долги по заработной плате, они выставляют на продажу здание, заводу управления, например, в Новосибирске, на проспекте Зержинского. Закрытые торги, никто ничего не купил, оценка на 50%, потом еще одна оценка, и потом приходит руководитель этого завода и покупает этот же завод за 3 копейки. Компания получает свои проценты, а человек получает завод, ну, за дарма, грубо говоря, при наличии определенного административного ресурса. То есть очень простая схема, можно было купить все, что угодно и продать все, что угодно самому себе, вот, прям даром. В этой схеме, о которой вы рассказали, в каком месте присутствовал именно административный ресурс? Ну, приходят люди, да, говорят, нам нужно, вот, сделать такую-то схему. Административный ресурс... В аресте он заключался? Начиная, там, от службы судебных приставов, которые, естественно, сами торговать не имеют права, но накладывают арест, да, на имущество. А также могут прийти, там, фонд имущества, там, в свое время, с администрацией могут прийти, сказать, что нам нужно, там, то-то, 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 то-то. Все. Проводя, так, несколько сделок, потом компания успешно закрылась, как бы, все довольны, все счастливы. А мог купить не тот человек, который был изначально в этом заинтересован, а кто-то другой, увидеть, что есть такие торги и приобрести? В принципе, да, но если торгующая организация все правильно сделает, то никто этого не увидит и никто этого не узнает. То есть там нужно дать объявление, по закону было, что проводятся торги, да, ну, даешь какую-нибудь газету региональную, там, в Болотнинский Вестник, например, и никто ничего не увидит, никто не узнает. В том числе федеральное имущество точно так же продавалось, потому что предприятия принадлежали все, собственно, государству, да? Был такой федеральный долговой центр при правительстве в Москве, который тоже это все контролировал, и все это продавалось совершенно спокойно. Спасибо, спасибо вам за интересный рассказ, благодарю. Доброе утро. Доброе-доброе утро. Меня зовут Владимир. Я проживаю в Новосибирске. Значит, я что могу сказать? Вот, об Абызове, да, я его не знаю, не читал его, значит, его, ну, характеристики и так далее. Я так считаю, что он разбогател за счет населения, за счет народа, понимаете? После развала Советского Союза вся собственность, она была государственной. А потом, кто мог, кто имел доступ, раскупили все заводы, фабрики и так далее, все порастащили и торговали их, торговали. То бишь, в советское время называлось это спекуляцией, а сейчас это называется бизнесом. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаю, спекуляция это несколько другое, это купи-продай. Ну, это то же самое. Но суть я понял, что вы имеете в виду. Да, ну, приблизительно вот так вот. Если я буду распространяться, можно об этом долго разговаривать. И что еще хочу сказать. Значит, он не построил никаких фабриков, фабрик, ни заводов, не выпустил никакой продукции, не выпустил товаров, необходимые для народа, для населения. Понимаете? И как он разбогател за счет купли-продажи. Вот я вам могу привести пример. Я, значит, занимаюсь расследованием вот такого преступления. Никто не запретил мне заниматься расследованием или проведением каких-то мероприятий по установлению истины. В 98-м году был организован кооператив, который занимался газификацией. По городу таких кооперативов было около 40. И в черте, значит, города Новосибирска в области. Эти газовые кооперативы вели строительство газопроводов. Вот граждане, жители Новосибирска, Новосибирской области построили вот эти вот, значит, газопроводы. И в 12-м году их рейдерским способом захватили городские газовые сети. Причем все вот эти кооперативы. А вот наше имущество, где этот кооператив у нас на микрорайоне Бронного, туда внесено около 30 миллионов рублей. Вот граждане построили этот газопровод. И граждане ничего с этого не получили в итоге. Совершенно верно. Хотя на строительство этих газопроводов, да, выделялись бюджетные средства. Это не только вот в нашем случае, но это во всех районах. Допустим, в этом, в Раздольном, в селе Раздольное такая же ситуация. В других, это самое, в городе Аби. Вот. Стали собственником этих коммуникаций городские газовые сети. Ну, как городские газовые сети? За ним стоят руководители. Тогда был Ксензов. Вот. Это имущество несколько раз перепродавалось. Понимаете? Я вот последнее знаю, располагая такой информацией, что это имущество стоит, перепродано за 300 миллионов рублей. Вот, вы понимаете? 300 миллионов рублей. А может и больше. Мы с вами по поводу вашего расследования свяжемся. Вам спасибо за звонок. 289-99-33. Телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели, для ваших комментариев. А теперь я предлагаю о том, послушать, как Михаил Абызов познакомился с Анатолием Чубайсом. Напомню, что когда избиралась мера пресечения для экс-министра, Чубайс был готов за него поручиться. И поручался за него. Впрочем, это не избавило Абызова от ареста. По словам экс-депутата Ивана Старикова, который был начальником Абызова, сыграло свою роль умение Михаила проводить взаимозачетные бартерные сделки. Именно в те годы электричество продавалось во многом по бартеру, что было крайне невыгодно для электрических сетей и, по сути, действительно наносило ущерб энергетике. Для того, чтобы решить эту проблему, Чубайс и взял Абызова на работу. Подробно об этом рассказывает сам Иван Стариков. Михаил зарабатывал большие деньги на засчетных схемах. В этом деле он, что называется, собаку съел. Он брал топливо для атомной станции, поставлял их на атомной станции, забирал тарифом. Тариф этот отдавал алюминиевщикам. Он алюминиевщиков, брал уже алюминий на бирже, уставлял в Лондонской бирже цветных металлов, получил жилые деньги и дальше по цепочке рассчитывался. Понятно, прилично на этом зарабатывая. Поэтому, когда в 98-м году Анатолий Борисович шел в Урал, если он спросил, нет ли у меня знакомого, кто знает, все, анатомию зачетных схем. Я ему сказал, что есть такой мой бывший помощник, представил Анатолию Борисовичу. Анатолий Борисович послушал, и он предложил им перейти на другую сторону баррикад. Расчеты Равуниевщиков, когда пришел Чубайс, Равуниевщиков, она лежала, в общем-то, в руинах. 7% были жилые деньги, остальные зачеты, от которых страдала большая энергетика. В течение примерно 4-5 лет, значит, Михаил Абызов отвечал за то, чтобы вернуть товарно-денежное отношение с поставщиками, потребителями энергоресурсов, поставщиками комплектующих для большой энергетики, топлива там, всего остального, и через 4-5 лет Равуниевщиков перешла практически на 100% оплату тарифа эллипического и теплового. Принимаем очередной звонок, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня Вячеслав зовут. Я одно понять не могу, то есть все это происходило там, 97-98 год, когда Абызову, собственно, там 24-25 лет было, там 26. Я скажу больше, помощником к депутату он пришел в 21 год, и уже тогда, по словам нашего собеседника, ездил на 600-м Мерседесе. Ну вот как кто его допустил, да, вот сильных мира всего и до таких денег в возрасте, там, 21 год помощник депутата, то есть человек еще, в принципе, жизнь не видевший, ну, институт не закончивший, становится помощником депутата, вот это мне не совсем понятно. Ну, я все-таки хочу с вами немного поспорить, мне можно сомневаться в законности доходов, что, в общем-то, радиослушатели и делают, но стать помощником депутата в молодом возрасте можно, то есть для этого не требуется... И торговать алюминием, там, доверие Чубайса, ну, как-то для 25 лет очень много... Не верите, что самостоятельно, без каких-то связей это возможно? Да я никогда не поверю, знаете, был бы он симпатичной девочкой, да, он бы мог стать помощником депутата. Ну, в наше время, в теперешний, симпатичный мальчик мог бы, конечно, продвинуться, но, наверное, не в 98-м году. Ну, вы знаете, вот в тех годах, я думаю, заработать можно было на барахолке, знаете, именно на каком-нибудь бандитизме. Вот там тогда красиво все это, ну, жизнь пошла. Что же касается, да, действительно, в 21-летних, почему они брали? Ведь много было у советских людей, совестливых, порядочных управленцев. Почему их не брали? Вот именно тогда, вот это мне непонятно. А не пытались? Вот смотрите, есть 21-летний парень, который крутится, вертится, проворачивает вот эти сделки бартера. А совестливые советские люди, которые были более взрослыми и, наверное, более консервативными, они умели это делать? Конечно, умели. Просто совесть не позволяла. Брать своего товарища, обворовывали. Я вам не верю, Алексей, что не позволяла совесть. Многим не позволяют свои личные способности, эрудированность и мобильность. Зачастую молодые люди, они более верткие, более трудолюбивые. А если человеку зачастую так бывает, уже исполнилось там 40-50 лет, он может называть себя совестливым, а на самом деле становится ленивым. Это не всегда так. Но в нашем примере Михаил Абызов в 14 лет, повторюсь, я уже пошел зарабатывать, а в 21 год стал помощником депутата, предложив ему свои услуги. Я сейчас ни в коем случае не выступаю адвокатом для него, но я подчеркиваю, что во многом успех человека зависит от его трудолюбия и желания зарабатывать, желания что-то делать. Доброе утро. Говорю следующему дозвонившемуся и напоминаю заодно телефон прямого эфира. 289-99-33. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Виктор снова. Я вот опять хотел сказать, административный ресурс решал все. Либо бандиты, либо административный ресурс. Но это все очень здорово перекликалось. И корочки помощника депутата открывали просто неограниченные возможности. Они открывали любые двери. Тем более, если, допустим, корочки еще и московские. Ну, то есть помощник там депутата Государственной Думы. Приезжали у нас тут ребята, были такие коммерческая группа ЛДПР. Это вот я звонил по поводу арестованного имущества. Спокойно занимались продажами. То есть, если там Новосибирск, эскетин цемент, например, тогда себестоимость была 300 рублей тонн на цемент, ну, на те деньги, да, то, по сути, его выкупали по 120. Представляете? И продавали по 250. На том же самом заводе, тем же самым покупателям, просто закладывали свои маржи. Согласны ли вы с мнением Алексея, что людей более взрослых, воспитанных в советские годы, останавливало совестливость от того, чтобы зарабатывать деньги на купли-продажи на бартере? Да, я согласен. Тоже считаете, что совестливы? Я на самом деле согласюсь. Я знаю очень много людей, которые работали в администрации, занимали там какие-то должности, уходили на пенсию сотрудников милиции, которые работали в 90-е годы, не получая зарплаты, да, то есть люди, которые работали за идею. А не те, как, о, нет работы, мы пошли заниматься там бизнесом, мы пошли заниматься охраной. Ну, все это прекрасно все понимали, для чего эти ЧОПы создавались там, и все такое прочее, то, чтобы получить лицензию на оружие официально. И все. И есть люди реально, которые, я, ну, вот, у меня родители, вот они не пошли в бизнес, да, они ушли на пенсию с сотрудниками полиции, милиции тогда, да, еще. И как бы они не пошли в бизнес, и не стали, отец, говорит, я не смогу этим заниматься, я их и работать с такими людьми не смогу, говорит, я их всю жизнь сажал, а потом я с ними буду работать, или от них что-то получать, ну, мне, говорит, совесть не позволит. Спасибо вам за комментарий. Принято 289-99-33, телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8-923-145-1102. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, Владимир Алексеевич, я хотел выразить свое мнение по этому поводу. Вы акцентируете в своих выступлениях мысль о каком-то таланте, предприимчивости этих людей. Все это построено в совершенно другой схеме. И я сам сужусь в Сибэка, я выиграл суды у Сибэка. Мировая судья вынуждена была уволиться с работы. Чем они занимаются? Они берут счета чужие, в моем случае, счета с долгами, подсовывают мне, а мои счета перекидывают им, тем, у кого долги. И получается замкнутая цепочка. Делают из меня подставу. Вот, и в этом участвуют административные ресурсы. Здесь участвует администрация города. Конгломерат по отъему жилья. Делают должниками, потом выселяют. О каких суммах идет речь в вашем случае? В моем случае, о какой сумме? Да. Ну, 35 тысяч рублей. У меня пенсионера, это накладно. Как говорил Фазиль Искандер, рынок без морали, зверинец с открытыми клетками. Вот этот зверинец с открытыми клетками, они нам устроили по всей России. Вы также считаете, что зарабатывать на взаимозачетных сделках, на купле-продаже советские люди не могли из-за того, что были слишком совестливыми? Вы также придерживаетесь этого мнения? Это всегда классики мировой литературы осуждали это богатство. Оно основано было на крови. Не на честности, а на крови. На обмане, на насилии. А вы пытаетесь это отбелить каким-то образом. Я не пытаюсь обелить, я просто не верю, что люди... Давайте мы оба будем общаться, не только вы, когда я говорю, не перебивайте меня, пожалуйста, я же вас внимательно слушаю. Но я не верю, что вот именно в советские годы люди были совестливые, а сейчас бессовестные. Вспомните колоссальное количество несунов, так называемых, на заводах. Не было этого, когда таскали все подряд с производства. Это что, совесть заставляла таскать? Не было воришек, бандитов. Бандитизм в послевоенные годы, советские. На каком уровне был? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Вадим Владимир. Я вот слушаю про Михаила Абызова. И вот, что он, только он в большей степени, что я, вот абсолютно одинаково. Из маленького городка, там, в Кузбассе, я переехал в Новосибирск. Только благодаря, вот, купи-продай туда, крутился и так, и так. А как же совесть, Владимир? Где ваша совесть была? Какая совесть-то, Господи? А при чем здесь совесть? Я закон не нарушал. Ну вот, несколько человек сказали, что совесть советским людям не позволяла зарабатывать на купи-продайке. Ну вот я этим советским людям, которым совесть не позволяла, а мне позволяла. Ну, получается, я на них деньги и делал. Было время, когда я стоял, вот можно было, никто не запрещал, стояли ящики с водкой прямо на улице. И все это продавалось. В магазинах шаром покатить, ну, у меня что-то было. Я это где-то доставал, где-то решал, где-то менялся, вот тот же бартер это был. Потом этот бартер надо было перевести в живые деньги. И все это переводилось. И, ну, так уж, если уж совсем до конца честного быть, я и в милицию-то пошел, потому что это выгодно стало в те годы. Вот и все. Спасибо, Владимир, за участие в эфире. В продолжении послушаем комментарий Ивана Старикова. Напомню, в прошлом начальник Михаила Абызова. Комментарий о предъявленном Абызову обвинении. Мы там предъявляем, что одна из компаний, называется на Союз ювелирных импорт, как-то такое название, в виде федерального государственного унитарного предприятия, что Михаила, его команда продала активы за 4, чем случилось 5 или 6 лет назад. Значит, продала активы, которая справедливая цена была 186 миллионов. Они продали за 4 миллиарда рублей. Ну, слушайте, я, во-первых, не понимаю, что такое справедливая цена. Во-вторых, у меня вопрос о людях, которые продают наше национальное достояние, якутские алмазы. Там же внутри есть регламенты, масса согласований, оценок, независимого аудита. Остается вопрос, каким же образом люди, которые продают, подчеркиваю, наши алмазы, купили в 22 раза дороже, даже в 23, значит, активно. Это один вопрос, который, кстати, под контролем, ну, аккредитованность в Министерстве финансов, это контора. Вот это, ну, мягко говоря, для меня становится смешно, зная, какая процедура оценки активов, внутренняя корпоративная процедура и какие регламенты. Второй вопрос, а почему именно сейчас предъявили? Почему, когда сделка эта случилась 5 лет назад, почему тогда не обнаружили это чудовищное зоопотребление и обман? Прежде чем послушать рекламу, еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Успею, не успею, не знаю. Ну, по поводу господина Албазова, да, я вчера высказался, как бы, ситуация, эта система, она так работает, и, не знаю, это политическая воля или, может быть, крыша его там какая-то подвела, но там есть, скорее всего, что-то, это однозначно. То, что касается людей советских времен, я бы сказал бы так, что значит совести нет? Вот, когда ты, тебя, скажем так, с работы сокращают, и когда тебе нечем кормить твоего ребенка, когда ты открываешь холодильник, а там кроме кубика Галина Бланки нет ничего, что человеку остается делать? Идти зарабатывать и кормить своего ребенка. Я честно могу сказать, то есть, когда все это дело произошло в 90-х годах, я ушел с работы, мы с женой носили эти сумки, то есть так, как называется, да, челноки, то есть мы, мы выживали, мы работали, мы кормили своего ребенка. Мне за всю мою жизнь, честно говоря, мое государство не дало ничего, ну, кроме моего образования, а все остальное легло на плечи на моей. То есть это мои престарелые родители, это моя дочь, которую я учил, за которую я платил образование и так далее, и так далее. Я эти деньги не воровал, я их зарабатывал. Я понял вас. Спасибо вам за участие в эфире. У нас остался еще один важный раздел темы Абызова, это история с попыткой поднять в Новосибирской области тарифы на 15%. В связи с чем было это поднятие? Что за ним кроется? И энергетики, после того, как тарифы не поднялись, компенсировали это не поднятие чем-то другим? Продолжение следует...